но мне кажется я например люблю фильм о войне но как бы говорит ну говорит нравится тоже как-то очень бульгарно звучит мне кажется я люблю смотреть фильмы право про войну но тем не сам я тоже вспоминаю ощущение когда я смотрел наши фильмы азори здесь тихие там как я уж название то не помню я помню вот какими-то кадрами там непосредственно фильмы мне кажется стоит потому что сейчас это уходит вот это вот память но да может быть война это всегда грязное дело но искусство вот я заметил одну тенденцию что вот искусство это все равно оно должно ну наверное воспитывать она наверное должно быть в данный момент данную минуту очень как это слово сейчас проснусь в данный момент должно быть своевременно поэтому конечно это наверное воспитывает патриотический дух но вот последние фильмы какие-то всегда у нас вот вообще кинематограф связан с какой-то то ли это стали шли по легкому пути эти конфликт но если творческие люди понимают и вот сублимация там всегда обязательно надо мы все прикрываем надо показать правду и правда как правило но помимо той правды которые были действительно патриотичные честные люди были достойные которые действительно шли ради там идеи ради своих родных я знаю что много очень пьес хороших на не обязательно что это там герои у него все ордена он красавец брюнет с голубыми глазами и весь такой офицер офицер да тот же вспомнить арбузова годы арбузову драматургу не очень хорошие есть пьесы на этот счет и там не всегда все вот гладко и все шито и так далее но у нас почему-то всегда мы вот это вот или черный или белый у нас все время почему-то черный если у нас штраф штраф батта у нас какие-то уроды какие-то всегда дискредитации какого-то советского солдата но не все забывают что этот советский солдат несмотря на все перипетии там может быть нквд там расстрелы штраф бат и так далее но этот солдат дошел до берлина извините от освободили европу от фашизма и ценой своей жизни ценой своих вот про это мы забываем забываем про подвиг человека прежде всего не патриота там какого-то ну там я не знаю какие у него там или звезды или еще что-то какие-то атрибуты будут висеть на его погонах но данном случае наверное каждый защита каждый человек шел защищал свою родину и здесь неважно русский это человек был грузина армян там азербайджанец там или казах они все равно это я помню эти ощущения в принципе может быть какие-то подспудные были там всегда драчки но мы всегда дружили сейчас вот это вот как бы вот чья роль больше не меньше но извините посмотрите а свенсум эти фотографии посмотреть что фашисты делали сейчас оправдывать о том говорить вообще не понимаю разговоры по поводу того что говорит а вот если бы фашисты но немцы завоевали как бы мы сейчас сейчас жили ребята не может такого вопроса вообще возникать посмотреть что в концлагерях творилось вы посмотрите как деревню в той же украине сжигали сейчас мы там в бандеры и все это ну да наверное победитель перри переписывает истории может быть с нашей стороны были но во времена есть такой не могу не оправдывать мне хочется видеть даст трагедии даст какой-то может быть вот фильм замечательный же фильм помню старый был иди и смотри насколько страшный насколько и там и и русские то не очень идеальные там и человеческий фактор выбора смерти убить человека беззаконные следствия сжечь под мостом этих фрицев которые сжигали эти линии или изнасилованная девушка которая идет и ну теми же какими-то подонками войне всегда участвует помимо помимо действительно светлых душ которые действительно есть за что ведь и за семью за родину я не знаю ну за что угодно но за что-то доброе и светлое есть уроды которые за счет этого наживаются которые также и мародерничают также насилуют и ну и много-много их вещей но мы почему-то их превозносим и показываем в кино да и показываем что вот да война плохо но покажите в войну плохо через призму этих хороших людей что они встречают и как они это преодолевает вот сейчас у нас очень много что все плохо что русские советские но не русские советские войска тоже уроды и там и так далее там потом не ну нельзя так него ну неправда зачем давайте ради чего-то это делать ради вот там того же оставить пока ли поколению хотя вот у меня брат допустим он служил в погранвойсках и очень долго я от него не получал письма да потом оказалось что он получил ранение при задержании как бы нарушение границы это граница была такая но в восток там и туркистан ну в той стороне это каркала вот помни каркала город это давно уже было и вот он написал ему там медали потом на этом наградили и это когда к нему подхожу что к деду подходила что к нему вот наверно к любому человеку кто видел ужасы и вообще стоял перед смертью глазами глазами мало говорят об этом а мы почему-то начинаем фантазировать давайте вот эти истории рассказывать молчаливые истории они намного будут проникновение наверно тоньше и сильнее бить по душе каждого человека